Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности убережет от трагедии. Дороги курорта должны быть безопасными. Кверно-Астраханское преображается. И сейчас обо всем подробнее. Страшная трагедия произошла сегодня в станице Холмска и Абинского района. В результате пожара погибли семеро детей. Родители уехали вывозить мусор. Ребенок неправильно затопил печень, открыл заслонку и вспыхнул пожар. На пульт диспетчера поступил сигнал – пожарные выехали на место. В ликвидации участвовали 56 человек и 21 единица техники. Все семеро детей погибли от удушья. Эта страшная трагедия в первую очередь повод задуматься нам взрослым. Начало отопительного сезона сопряжено с повышенным риском возникновения пожаров. Очень бы хотелось, чтобы с наступлением отопительного сезона, когда увеличивается количество пожаров и загораний, каждый анапчанин и гости нашего курорта, которые приезжают к нам и на отдых, и, допустим, для временного проживания, обязательно соблюдали правила пожарной безопасности. Подготовились к отопительному сезону, проверили печи, котлы, проверили дымоходы. И соблюдали элементарные правила обслуживания всех отопительных котлов, которые работают на твердом топливе, на жидком топливе, на газовом топливе. Не все дети знают правила пожарной безопасности. Категорически запрещается доверять детям растопку печей. Специалисты обращают внимание общественников и органов территориального самоуправления не оставить без внимания неблагополучные семьи и помочь им подготовиться к отопительному сезону, чтобы не допустить беды. И в продолжение темы. Начало отопительного сезона совпало с ситуацией, когда миллионные долги за газ послужили причиной отключения поставок газа у АО «Теплоэнерго». Сегодня в кабинете заместителя главы города собрались руководители управляющих компаний. К тем, у кого есть долги перед ресурсоснабжающими организациями, у администрации города один вопрос. Что делается сегодня для того, чтобы ситуация с отключением газа не повторилась? По чьей вине не было теплой воды в Анапе. Вот это управляющая компания. Вот этот человек. Вот сейчас вот подбил. Евразия плюс здесь? Евразия плюс кто? Есть. Ну, 300, да, здесь что? Ну, у нас текущее. Мы только приступили с 1 сентября вообще в Анапе. Ну, это и поэтому до 15-го будет пропада. Сколько забираем деньги, мы только китайцы разнесли в конце месяца. 12-го числа 301 тысяча. Себе помечайте. 12-го это понедельник. Тепло. Вот те долги, которые вы накапливили, да, сейчас, да, чтобы 12-го октября, записывай, 12-го октября, Олег Савельевич, чтобы они рассчитались. Ну, это сейчас загад мы ставим в голову Ола. Но и остальные вопросы. И дома у вас, будем говорить, очень, так сказать, ну, не совсем, мягко говоря, благополучные. И они очень, так сказать, проблемы. Поэтому засучивать руковаренно и лопатить, лопатить. Но из тех, кто реально, по-настоящему работает с людьми, компаний по пальцам перечесть. Управляющую компанию Риховского Максима Леонидовича сегодня можно смело называть примером эффективного взаимодействия с людьми. Работать с неплательщиками помогают общественные советы домов. Впрочем, давайте послушаем самого руководителя. Как удалось вам, в отличие от других компаний, избежать долгов перед ресурсоснабжающими организациями? Суды, собственниками, подключение света. Вот отключение света. Почему всем нельзя, но вы это делаете? Для этого необходимо поставлять этот свет. То есть у нас договора с НЕСКО, и поставщиком электроэнергии являемся мы. Поставщик коммунального ресурса это НЕСКО, а поставщик коммунальной услуги это управляющий компанию. Как давно вы заключили эти договоры? Сразу. Когда дом мы берем, мы сразу же работаем над заключением этих договоров. И в соответствии с этим мы имеем право вводить ограничения и полностью отключать свет. Ничто не мешает сегодня управляющим компаниям заключить договора с ресурсоснабжающими организациями. Рассчитывают они и на то, что с нового года будет возможность работать напрямую с жильцами по сбору средств, поскольку РКЦ никак не оправдывает надежд. Из-за незавершенного ремонта на участке федеральной трассы в районе хутора Заря резко осложнилась дорожная обстановка. Глава Анапы от подчиненных потребовал принять меры дорожникам от ГИБДД нормализовать автомобильное движение на аварийном участке. Рабочий выезд сегодня на гостевую трассу Новороссийск-Керченский пролив. По ходу движения глава города высказывает недовольство работой отдела по транспорту и связи. К выполнению поручения Сергеева демонтировать дорожные знаки с опор линии электропередачи даже не приступали. Вот знак нормальный, на стойке, понимаете? А в колхоз превращать Анапу не надо. Так у нас кроме краевой дороги в центре, посмотрите, сколько их на столбах висит, по одному в день 365 знаков в год получится. Мы все уберем, понимаете? И совершенно другая эстетика будет на проезжей части. На трассе несколько дней, как резко осложнилась дорожная обстановка. Ремонт брошен на полдороги. Из-под колес автомобилей летит гравий и бьет стекла встречных машин. Неважно, что трасса федеральная, она в границах Анапы. А значит, городским службам надо контролировать качество работ. А эти все включают. Они техники безопасности включают, формы 2, когда принимают. Спросите у Владимира Ильича, когда им оплачивают дороги, так? Они все включают. И освещение ночное включают. И еще черт-те чего только не включают туда. И деньги получают. А где? Покажите, где наша роль сейчас? Почему они в таком виде бросили дорогу? Позиция дорожной полиции тоже непонятна. На таких вот небезопасных участках должен дежурить экипаж. Тогда лихачей будет в разы меньше, а значит и дорожных происшествий. Глава Анапы ждет действенных мер на высказанные им замечания. Уроки безопасности продолжаются в школах и детских садах курорта. Сотрудники автоинспекции обучают детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах. Детский сад номер 10 сегодня превратился в город дорожных знаков. В гости к ребятам пришел самый главный друг пешехода и участник дорожного движения – светофор, чтобы вместе изучать основы безопасности и азбуку дорожных знаков. Мудреные загадки малыши щелкали, как орешки. Но, конечно, дошколятам учиться нравится больше в процессе игры. К дорожному движению маленькие его участники относятся со всей серьезностью. Нужно просто внимательно смотреть на знаки, а то попадешь, например, в аварии и в педу. Не надо спит, шесть на работу. Просто надо потихоньку, не быстро переходить дорогу, а шагом. Светофор пытался запутать малышей, но они правильно расставили основные сигналы и знаки. Родители этих чат могут быть уверены. Они и им ошибки подскажут. Дети отгадывали загадки, участвовали в викторине, были спортивные игры. Показали очень хорошие знания в правилах дорожного движения. Уроки безопасности будут проходить во всех учебных заведениях в течение всего года. Безопасность начинается с мелочей, а жизнь ребенка – это уже не мелочь. На улицах города появляется все больше персональных парковочных барьеров. Жильцы устанавливают блокираторы, препятствующие въезду чужих машин на облюбованное ими место. При этом они не знают или не хотят знать о том, что поступают незаконно. Сегодня сотрудниками муниципального контроля совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства были демонтированы несколько незаконных блокираторов по улице Крымской. Собственники домовладений, устанавливающие парковочные барьеры, осуществляют самовольный захват земельных участков общего пользования. Некоторые блокираторы демонтируются довольно просто, а с некоторыми приходится использовать электроинструмент. Демонтированные блокираторы изымаются, а на собственников составляется протокол об административном правонарушении. Кроме того, к ответственности были привлечены водители, которые сделали тротуар местом для парковки своего автомобиля. Напомним, что для законной установки ограничителей необходимо обратиться в Управление архитектуры и градостроительства. Затем пакет документов рассмотрят на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Только после получения официального разрешения можно установить блокираторы. Рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных такси проходят в Анапе. Нарушители штрафуют, автомобили отправляют на штрафстоянки. Безопасность на курорте – понятие ключевое. Приезжающие на отдых граждане должны быть спокойны и уверены в том, что ничего не помешает отдыху и хорошему настроению. Нелегальные такси, работающие без лицензии, не могут гарантировать безопасность, да и комфортные условия тоже. Бороться с нелегальными извозчиками приходится рейдовой группе. Еженедельно группами в составе сотрудников отдела ГИБДД, роты ДПС, сотрудников по исполнению административного законодательства и участковыми инспекторами проводятся совместные мероприятия по пресечению законной деятельности нелегальным такси. В сегодняшнем рейдам было выявлено два автомобиля, осуществлявших деятельность по перевозке пожаров в нелегальном такси, которые привлечены к административной ответственности. Задержанные автомобили отправили на специальную стоянку до решения суда. Штрафные санкции – только начало. Рейды будут проводиться еженедельно. У каждого перевозчика наличие лицензии – условия обязательные. Работы по благоустройству сквера на Астраханской продолжаются. Осенние краски уже оживили сквер. Сотрудники «Зеленстроя» высадили яркие крупноцветные виолы. На финальной стадии работы по замену грунта на более плодородный. В свежих грунт посеялись семена будущего зеленого газона. Через пару недель семена прорастут и будут радовать анапчан и гостей курорта свежей сочной зеленью. Сотрудники «Ремстроя» приступили к монтажу капитальных урн. В сквере уже установлены новенькие скамейки. Все это в сочетании с декоративной подсветкой и зелеными насаждениями, которые вскоре появятся в сквере, создаст уют и благоприятную атмосферу для отдыха. С нетерпением ждем завершения работы. Ежегодные военно-патриотические соревнования стали уже неотъемлемой частью жизни молодежи курорта. Состязания в рамках муниципального этапа краевого слета к защите Родины готов. В этом году посвящены памяти героя России генерала Трошева. За победу соперничали четыре команды профессиональных учебных заведений. Курсанты кадетской школы имени Старшинова, студенты Анапского сельскохозяйственного и индустриального техникума, студенты филиала Кубанского государственного аграрного университета. Сегодня у нас будут проходить именно военно-спортивные соревнования, военно-спортивная полоса и конкурс «Трои песни». Основная цель данных мероприятий – это подготовка к службе вооруженных силах Российской Федерации. Метание гранаты, стрельба из пневматического оружия, условные кочки. Ребята шли на пролом к победе. Каждая команда стремилась выложиться по максимуму и показать высший результат. Команда Анапского индустриального техникума завсегдата с лёта. Александр Седокин – бессменный капитан команды и её идейный вдохновитель. Мне очень понравилось, это было очень весело, проверяет нас, нашу готовность. Конечно же, мы маршировали, немножечко подготовились к этому. У кого была, конечно, физическая подготовка, тому было немножечко проще. Но я думаю, армия это даст. О физической подготовке ребят пока сложно судить, считает Елена Анаприенко, заместитель председателя местного отделения добровольного общества содействия армии и флота. Я думаю, достаточно ребята наши подготовлены. Конечно, к лучшему стремиться всегда надо. Подготовка ещё не на совсем должном уровне. Победителями соревнований стали ребята из кадетской школы. Второе место у команды Анапского сельскохозяйственного техникума. На третьем месте – индустриальный техникум. Но не в призовых местах кроется азарт ребят. Они демонстрируют свою готовность служить в армии и защищать Родину. Завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 10 октября в Анапе облачно с прояснением. Температура воздуха днём плюс 11-13 градусов. Ночью до 12 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. В воскресенье 11 октября в Анапе пасмурно с прояснением. Температура воздуха днём 13-17 градусов выше ноля. Ночью до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программу новости – производственное предприятие. «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Осень. Пора меняться. В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Продолжение следует...